За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники оккупантов, а также три по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба. Отмечается, что бойцы ракетных войск поразили восемь артиллерийских средств, четыре района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, станцию РЭП и понтонно-мостовую переправу противника. Также военнослужащие сил специальных операций уничтожили радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1». В то же время в ночь на 24 октября в оккупированном Севастополе в Крыму было слышно громкие взрывы и стрельбу. Об этом сообщают крымские телеграм-каналы. Окупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев отчитался об отражении возможной атаки российскими силами. Однако, что именно гремело в Севастополе, пока неизвестно. Также военный эксперт Олег Жданов назвал подходящие цели для американских ракет «Атакамс» с кассетной боевой частью. По его мнению, бить такими ракетами по определенным позициям российских войск нецелесообразно. «Атакамс» с кассетной боевой частью наиболее идеально для ударов по открыто расположенной пехоте и технике, а по укрытой пехоте – неэффективно. По мнению эксперта, также хорошей целью для такого вида оружия является вражеский аэродром. Кроме того, этой зимой ВСО планируют атаковать ракетами командные центры, склады боеприпасов и линии снабжения в тылу российских оккупантов. Об этом пишет издание The New York Times. В частности, американские ракеты «Атакамс» дают силам обороны возможность наносить удары по позициям врага на всей оккупированной территории. По словам аналитика Джека Уотлинга, если российские войска будут втянуты в оборону широким фронтом, а их логистика сильно нарушена, то они могут буквально промокнуть и замерзнуть. В свою очередь, РАФ будет наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре. Захватчики стягивают на Донбасс резервы со всей Российской Федерации. Цель оккупантов, однако, можно скорее прорвать линию обороны в СУ. Несмотря на это, захватчики не имеют стратегических успехов на восточном направлении. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал руководитель службы по связям с общественностью командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитё. По его словам, российские подразделения, которые состоят из бывших заключенных, офицеров, штрафников и мобилизованных, бросают штурмы. Но украинские войска занимают активную оборону. Сейчас самые горячие бои на Востоке происходят на Купинском направлении. В то же время на Бахмутском направлении ситуация является достаточно напряженной, но контролируемой. По данным генштаба на Авдеевском направлении отражены более 10 атак врага. Силы обороны Украины на Херсонском направлении ведут контрбатарейную борьбу и наступают на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех южнее Работина. В России собираются отправлять женщин на войну против Украины. Как сообщает Униан, частная военная компания «Редут», которую контролирует Минобороны РФ, объявила набор женщин на боевые специальности в добровольческий батальон Борс. Соответствующее объявление в российской социальной сети ВКонтакте обнаружило издание «Важные истории». Сообщается, что женщинам-военнослужащим предлагают контракт на полгода с зарплатой от 220 тысяч рублей. Кандидаткам обещают подготовку к боевым действиям и обучение в оккупированном Донецке. За ранения им якобы будут выплачивать от 1 до 3 миллионов рублей. За смерть – 5 миллионов рублей. Таким образом, в России пытаются заполнить огромные боевые потери, которые с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют уже более 295 тысяч солдат. В частности, это объясняет и недавние облавы ОМОНа на прихожан мечети в Подмосковье. Оттуда мужчин под предлогом проверки документов посадили в автобус и привезли в военкомат на медкомиссию, а после отправили в пункт сбора, где заставляют подписать контракт или грозят тюрьмой. Оппозиционный российский политик Вячеслав Мальцев отмечает, что такой беспредел российских властей грозит Москве восстанием мигрантов. Он сообщает, что есть информация о готовности собрать в декабре миллион человек на протест. Мальцев отметил, что эти восстания еще больше ослабят режим российского диктатора Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достижение Украины полного огневого контроля над временно оккупированным Крымом – это лишь вопрос времени. Об этом он заявил на втором парламентском саммите Крымской платформы. Зеленский подчеркнул, что сейчас у россиян нет ни одного безопасного логистического маршрута в Крыму и на оккупированных частях Черноморского и Азовского побережья. И отметил, что российский контроль над Черным морем и наличием там флота оккупантов создали иллюзию того, что доминирование Российской Федерации в Черном море якобы непреодолимо. Российский военный флот больше не способен оперировать в западной части Черного моря и постепенно убегает из Крыма. И это историческое достижение. Зеленский напомнил, что в России недавно заявили о создании новой базы Черноморского флота на оккупированной территории Грузии, максимально далеко от украинских ракет и морских дронов. Но президент Украины отметил, в ВСУ их везде достанут. По словам Зеленского, сейчас проукраинское настроение в Крыму и других оккупированных районах Украины становится все более открытым. Ведь там осознают, что Россия скоро уйдет. Слабость России становится громче страха оккупированных людей. И мы четко видим, что в Крыму у нас есть много союзников. Зеленский добавил, что сейчас задача мирового сообщества сохранить усилия давления на оккупанта. Следовательно, он отметил, что цель Украины – это полная деоккупация своей земли, включая Крым. Как сообщил Унян, украинские военные спецназовцы проводят успешные спецоперации в Крыму и наносят удары по целям на полуострове. В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о проблемах с сердцем у Путина. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал новости о том, что в выходные у Путина была остановка сердца. Также спикер Кремля попытался опровергнуть слухи о том, что Путин из-за проблем со здоровьем на публике использует двойников. Хотя сам хозяин Кремля в интервью ТАСС в 2021 году говорил, что от этой идеи отказался. Напомню, в понедельник ряд зарубежных СМИ сообщили, что у Путина случился сердечный приступ. Ссылаясь на анонимный телеграм-канал «Генерал СВР», они сообщили, что якобы в воскресенье вечером 22 октября российскому диктатору Владимиру Путину стало плохо в одной из его резиденций. Лежащим на полу его нашли сотрудники службы безопасности и вызвали Путину медиков. Кроме того, в апреле 2023 года немецкая газета «Бильд» опубликовала расследование, в котором идентифицировала как минимум двух двойников. Родственники мобилизованных из Кировской области записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину, в котором сообщили, что их мужчин мобилизовали как полк территориальной обороны и отправили на временно оккупированные Россией территории Украины. Но вместо службы в терробороне их отправляют на штурмы. В начале октября 2023 года без оглашения боевого распоряжения весь полк в короткие сроки с минимальным набором вещей был вывезен в точку проведения очень активных боевых действий. Также жалуются, что оккупантам военное командование угрожает. Ребят запугивают, угрожают. Все угрозы вплоть до расстрела. Как отмечают видеообращения родные мобилизованных, военные не были готовы к выполнению поставленных задач. Ведь не имеют нужного опыта и подготовки для ведения войны и выполнения штурмовых действий. В результате этого наш полк несет потери личного состава ежедневно. Диалог с командованием невозможен. А одного из мобилизованных оккупантов ищет брат, который сообщает, что его родственник, а также командование, отправило на боевое задание без опыта ведения боя. Недавно было отправлено 14 октября на боевое задание, ложное боевое задание, без поддержки, без информационной поддержки, без связи, без требуемых боеприпасов. Мужчина в своем обращении отмечает, что в роте его брата здесь погибшие и раненые. Прошу придать огласке и выйти на связь, что с ребятами, где они и как. От роты осталось 45 человек. Отряд российских захватчиков «Шторм-Зет» записали видеообращение к Путину, в котором жалуются на действия военного руководства. «Зам командира 4-й танковой кантемировской дивизии ВЧ-31985 ставит невыполнимые задачи». Также оккупанты рассказывают, что постоянно несут потери в личном составе и технике, ведь командиры их не слышат. «Нас отправляли и отправляют на выполнение задач без достоверных разведданных, артподготовки, без должной связи». Но в Кремле безразличны проблемы российских военных на фронте, а Путин цинично относится к жизням своих солдат. К примеру, ранее диктатор заявил матери погибшего в Украине военнослужащего, что его цель достигнута. «Некоторые ведь живут или не живут, непонятно, и как уходят от водки там или еще чего-то. А ваш сын жил, понимаете? И его цель достигнута». И данные о потерях оккупантов от Генерального штаба Украины говорят о безразличии Путина к своим солдатам. Ведь с начала полномасштабного вторжения в ИСУ ликвидировали более 295 тысяч захватчиков.